Опять. Для тех, кто смотрит в записи, сейчас у нас начнется, наверное, они еще не знают, кстати, о возможных проблемах с интернетом, первый матч с DreamHack Moscow 2014. Это браток против Коу, бога протасов. У него тот же самый статус еще или нет, Алекс? Все тот же, конечно, Коу никуда не делся с наших радаров. Мы прекрасно знаем, насколько он бывает хорош, когда звезды находятся в правильном положении. И нас с вами ожидает best of 3 противостояния, если все будет хорошо. Если у игроков будет отличный интернет, если у нас будет возможность передавать блестящую 1080p картинку. Майкер пытается отчаянно вспомнить, что он должен сделать. Но мы сделаем это сами. Как? Ctrl-Shift-S, Ctrl-0, Shift-0. Ну что, мы таки смотрим игру, и ты знаешь, вроде все хорошо. Я считаю счет балансный. Отлично. У протасов сейчас не так все плохо, как тебе может показаться. Окей, Кугуар против братка. Оба, кстати говоря, были в инактиве в течение достаточно продолжительного времени, но у Коу была мотивация тренироваться к какому-то соревнованию между московскими университетами. Я, честно говоря, не очень в курсе. Но я знаю, что он к этому соревнованию долго готовился. Потом уже начал готовиться непосредственно к Dreamhack. Находится он, на мой взгляд, в довольно хорошей форме. Я успел посмотреть его реплеи. У него с Хэппи была очень крутая макроигра на 40 минут. И если у него с Хэппи получилась хорошая крутая макроигра, примерно как у Граби, то, соответственно, с братком он вполне может рассчитывать, на мой взгляд, даже на победу. Но посмотрим, что получится. Браток-то тоже был в инактиве. Да, но Паша значительно проще, я думаю, будет вспоминать, потому что все-таки школа старая. И у него по поводу Хэппи, он же агрессивнее играет, чем Хэппи, браток. То есть дропчики, дропчики, разводы, забегания. Хэппи такой. По крайней мере, по играм с Граби на этой карте. Ты помнишь, он хоть и давил, но от дефенса главным образом играл. Но там другая была история, потому что боялся, что его Граби будет чизить. И Граби его чизил, и по-разному он его чизил. Поэтому его стратегия была оправдана. Короче, тут очень сложно сказать, что в принципе будет. По крайней мере, нужно посмотреть половинку первой игры, и тогда будет понятнее, что они там приготовили, в каком стиле играют. Ты знаешь, я бы на месте братка не боялся чизов. И заметно, что браток действительно не особо боится. У него был лейтгаз. Позднийгаз означает быстрый второй командный центр. Соответственно, Паша будет идти в локацию, и это не должно нас удивлять. На мой взгляд, от Кугуара мы никаких жестоких чизов не увидим. Да, там какие-то прокси-старгейты. Это вообще не в стиле Коу. И начнет он как минимум спокойно, макристо через Нексус. Коу очень любит играть в блинг сталкеров. Причем не улыны, а вот аккуратно от обороны. Может быть с контратаками какими-то интересными. Я чувствую, что что-то не так. А не, хаткей отменился, слава богу. Это не интернетовская проблема, как в прошлый раз. Просто отменился хаткей, окей. Да, ну опять же, хотелось бы, чтобы нам ничто не помешало посмотреть этот замечательный матч. Браток Кугуар, это действительно очень интересно. Я напоминаю, что группа F это чуть ли не группа смерти у нас с вами. Потому что здесь помимо Братка и Кугуара, также Аватар, другой российский протос. И корейский протос First. Поэтому здесь определенно будет на что посмотреть. Кроме того, еще раз напоминаю, есть группа ARS, за которой мы также будем следить максимально подробно. Там будет CAS, там будет DMC, там будет RUSZERG и там будет NoName. Соответственно, вот за этими двумя интереснейшими группами мы будем наблюдать максимально внимательно. А пока, поехали, Коу будет ставить Nexus. Жалко, Паша не успел сделать инженерку пораньше. Но с другой стороны, у Коу первый изделок. И может быть даже это было нецелесообразно в результате. А сам Паша, да, через реактор выходит в EXP. Весьма экономичный билд, добавляет один, сейчас будет скорее всего второй барак. И, короче, оба играют хорошо так в макро потихонечку, не агрессивно. Это обнадеживает. Да, нас ожидают такие очень спокойные, уверенные опенинги. Никто не собирается форсировать события. Оба уверены в своем макро, что нас не может не радовать. Потому что все-таки впереди и у Коу, и у Братка сложнейшая игра с First. И там, понятно, им хорошая макро пригодится. Ну и вот на месте Братка я бы определенно играл через три барака, а не через два. Почему? Потому что Коу вот обожает быстрые технологии. Будь то блинк, будь то колоссы, будь то штормы, кстати. И очень редко у него в начале игры достаточно войск для того, чтобы отбиваться от каких-то подпушей. Там с мародером, может быть, со щитами, может быть, с замедлением. Но Паша выбирает все-таки более мирный вариант развития событий. У него до сих пор один газ, и он явно не собирается как-то напрягать серьезно Кугуара в ближайшее время. Как ты думаешь, зачем Кора вот сюда повисла? Он собирается ловить Рипера, но Рипера не будет. Коу просто до конца не уверен. А, Рипер есть, слушай, да. Ну все, тогда Коу молодец, вот, пожалуйста. И вместе с подсталкером прям под тайминг вышел Рипер. Отсюда, судя по всему, уже никаким макаром не уходит. Максимум, что он делает, это светит оружейную. Короче, увидел форжу, понял, что это, скорее всего, опять же, пассивный выход в колоссов. Короче, в технологии далеко-далеко-далеко. И в этот момент, на самом деле, можно принять решение о, например, о третьем CC. Или возможных дропах. То есть о чем-нибудь таком, тоже, либо агрессивным, либо пассивным. Но более, ну, короче, адекватным вот этому выходу протаса. Точнее, не выходу, а развитию протаса. Посмотри, как здорово марики стоят сейчас. Просто минус сталкер будет для Кугуара, Коу не успевает отреагировать. Я могу докрикивать. Очень удобный микрофон. Очень классно. Это, на самом деле, дефолт, с одной стороны. Коу должен был за этим сталкером приглядывать, особенно, когда на рампы заходишь. Потому что, насколько я понимаю, у корейцев так это дефолт вообще. Сплошь и рядом-то можно увидеть. И, кажется, сейчас Паша попробует реализовать вот это вот мясо бесчувственное. Чекнет, может быть, одним третью халявную базу. И может развести даже на оверчардж. Попробовать. Более того, у него цель здесь именно развести на оверчардж. То есть, видишь, как только оверчардж идет, он мгновенно уходит. Ему больше и не нужно. Само собой, что больше он просто не мог бы добиться этой группкой мариков. Коу просто решил не рисковать. Я думаю, он, возможно, мог бы сэкономить. Но ему не захотелось действительно каким-то образом рисковать. Так что, в целом, здесь браток сделал все очень грамотно, очень здорово. У него уже Старпорт перелетает на реактор. И задумка вот этого выхода заключается в том, что, когда Паша начнет дропать, у Коу просто будет на один оверчардж меньше. То есть, он не сможет одновременно бросить оверчардж и на натурал, и на мейн. Да. Там написали включить звуки. Я подумал, что вдруг у нас действительно со звуком, с игрой. Напишите, пожалуйста, как слышно игру, чтобы мы раз навсегда успокоились. Я добавил звук сейчас раза в два. Ну, мало ли что. Обратите внимание, что Кугуар в это время делает. У него две фаржи дома. И вот то, о чем я говорил, он очень жестко сейчас складывается в технологии. Он делает блинг, который Коу просто обожает. И у него делаются дабл-апгрейды. Соответственно, учитывая то, что один оверчардж уже был потрачен, естественно, браток будет играть максимально агрессивно. Естественно, он сейчас будет дропать, разводить, харасить. И как только Коу вот где-то позволит себе оступиться, браток мгновенно его за это накажет. Так, два дропчика летят. Тут есть опс, который должен спалить этот двойной дроп. Так, все еще говорят на усаун. Но давайте сначала посмотрим за тем, как подготовиться Коу. Он вроде здесь уже с оверчарджем, со сталкерами ждет. Правда, немножко перепугался раньше времени, врубил щит у Сент-3. Паша видит, что ему не вариант вообще лететь ни на экспант из-за двух фотонок, ни на мейн. Но что-то делать нужно при этом. Но он при этом делает третью базу, собственно. То есть он на форсаж влетает. Это, кстати, очень опасный момент. Потому что здесь можно... Да, и оверчардж. Короче, он специально прилетел, опять же, развести на оверчардж и просто уйти. Сам делает две вещи. Чекает третью, сам ставит третью. Все. Это, по сути, все, что ему нужно на данный момент, если ты не можешь дропнуть. То есть просто эта разведка немножко напугал и сам чуть раньше поставил третью базу. И вроде бы кажется, что все у Паши хорошо. Все у Паши замечательно. Но у него, на самом деле, есть одна большая проблема. Это апгрейды. Дело в том, что он до сих пор не заказал даже плюс один на армор. И я уж молчу про то, чтобы там как-то вторую инженерочку с армор. И вот только сейчас второй апгрейд заказан. У Коу уже буквально через полминуты будут апгрейды 2-1. Это очень серьезное преимущество, которое может компенсировать то, что у Кугуара будут проблемы с экономикой. Не дает, пока Паша выйти на третью базу. Но Коу не так уж сильно и страдает по этому поводу, честно говоря. А почему он не страдает, как ты думаешь? Опять-таки апгрейды. То есть, да, у Паши будет преимущество по экономике. Да, у Паши будет преимущество по количественному составу армии. Но по составу качественному за счет апгрейда впереди будет, соответственно, Коу. Поэтому он может как раз выровнять игру именно благодаря апгрейдам. Меня немножко настораживает его тип армии, на самом деле. Потому что делается ставка на, видимо, пуш единовременный с зелками со скоростью, с психами, соответственно, со штормом. Но это одна атака. То есть, это будет... Хотя нет, он выходит на третью базу, получается. Пробка, по крайней мере, втыкает, ставит третью. Ну, вот что это за армия? Посмотри на нее. Что с ней можно сварить? Вот с этими зилотами, двумя сантрями и восьмию сталкерами. Пока ничего. Но, кстати, там призма должна в ближайшее время внести какие-то корректировки в экономику братка. И она именно этим уже и занимается. По поводу Коу, смотри. Да, сейчас его армия очень печально выглядит. Но, учти такой момент. У Коу есть еще примерно минутки полторы-две времени, которые он выигрывает с помощью призмы. В это время у него доделывается шторм. В это время у него могут добуститься уже апгрейды 2-2, если не 3-2. И после этого его армия будет выглядеть невероятно грозно, потому что это плюс 2 апгрейда, потому что это Мазда ПС в виде штормов, против которых не будет гастов. Ну, будут, да, возможно, в ближайшее время. Короче, просто лимит сейчас уже увеличивается, плюс 20 у братка, если дать еще время. Нексус не достроился, у Паши третья база уже раскачена. 18 рабов и 6 человек на газах. Мулы летают опять же. То есть мы наблюдаем 130 на 150, при этом в атаке гасты уже будут, потому что 3 гаста уже строятся. И в результате, скорее всего, разница по лимиту будет еще усугубляться. И первым вообще Паша должен выходить. То есть он должен чекнуть, а, он чекнул третью, и делать, наверное, какой-то выход. А Коу пытается, роботик ставит, видимо, второй для штамповки масс колоссов. Ну, в общем, пассивно играет и один, и второй после натурала, и третья база тоже берется весьма пассивно. Но сейчас, мне кажется, у Паши ситуация получше. По рабам лучше, по лимиту лучше, по третьей лучше. Разве что по грейдам он 1-1 проигрывает, получается. Да, опять-таки, апгрейд это самое серьезное преимущество сейчас Кугуара. Так-то ты знаешь, 67 рабов на 70, да, у Паши чуть лучшая экономика, но так и должно быть для того, чтобы терна все было хорошо. Армии с Аплайей, ну, на 20 больше у братка, это тоже неплохо, но именно это и компенсируется апгрейдами. Поэтому, в целом, да, у братка все очень неплохо, но и не скажешь, что Кугуар прям так уж сильно позади, и у него будут серьезные проблемы. Особенно с учетом того, что он переходит в колоссов, у него уже очень много темплеров. И мне кажется, что если сейчас пойдет браток в атаку, пробить ему все равно будет невероятно сложно. Коу, ну да, выходит в колоссов, надо посмотреть, успеет или не успеет. Тут довольно большая группировка все никак не решится на третью базу выйти, но, скорее всего, просто Коу ждет выхода Апсом, и будет забегание. Но даже вот эти вот 8 зелков, учитывая минку и бункер, могут не пробить эту тему. То есть они потолпятся, скорее всего, получат залп, и дальше уже как среагирует Паша на самом деле, потому что, ну, подведет рабов на вычине или не подведет вовремя. Двух имморталов делает Коу, вот это сомнительная вещь, потому что и мы сейчас, уже когда есть госты, уже когда давным-давно есть стимпак, уже когда хорошие грейды, это скорее от того, что просто роботикс простаивает, тебе тупо делать нечего в них, пока роботехнический узел не построился. Но, в принципе, от них уже значительно меньше толку, чем раньше, потому что, ну, просто миллион гостов, врубаешь стимпак и побежал. Сейчас, кажется, спалится, спалится, спалится Паша на Апсе, выход на четвертую базу вообще Коу не стесняется, 180 на 182, экономика одинаковая, 3-3 почти грейды, рейнджа колоссом не будет пока что, еще 2 роботикса делаются, 4 роботикса. Ты не поверишь, но это для имморталов, это как раз стиль Кугуара, он просто обожает много имморталов, много колоссов, вот много юнитов из роботиксов, и это то, почему его интересно смотреть. Вот Коу это человек, который никогда не будет играть стандартно, просто вот эти колоссы, зилоты, штормы, там переходы стандартные. Нет, у Коу будет все совсем по-другому, и обратите внимание, что он сейчас будет делать. Призма пытается пролететь, туретка ее убивает. Задумывалась атака по трем направлениям, получается, в итоге по двум. ЕМП пропускает на натурале, тут же Коу понимает, что лезть сюда лучше не стоит, тем более, что зилоты его в большом количестве нарезают на третьей базе. Марики, мина, бах, взрывается в зилка, но два зилота под апсом ее уничтожают. И Коу пытается пошатать, то есть он и здесь вроде как... Ай-яй-яй-яй-яй, ЕМП, это как больно, вы Морталов, Темпларов, тихо. Ну, нормально. Братку нужно просто разделиться, отбиться здесь, отбиться там, и возможно даже в контратаку пойти, потому что и Мортал вообще никакие стимпачнутся, и сталкеры просто... А, вот на шторм тоже сложновато. Буквально один псих с маной останавливает. Такая армия сладкая остается, ни у кого щитов нет, никакого щита в виде зилков каких-то или архонов тоже нет, догоняй, убивай, но шторм останавливает. Да, вот вроде казалось, что Паша все сделал идеально, и он действительно все сделал почти идеально, потерял всего-навсего 13 рабов на очень серьезном таком расшатывании. А все равно как-то наказать Коу за вот такие агрессивные действия у него возможности нет. И Морталы, да, и Морталы вот так по 4 штуки уже начинают подтанцовывать к армии Протаса. Это то, как играет Коу. Ты знаешь, зная вот то, как Коу глобально играет лейтгейм, мне кажется, что братку не стоит до этого доводить, но, видимо, он уверен и в своем лейтгейме, и нас ожидает что-то невероятно эпичное с гастами, с огромным количеством имморталов, а потом и внезапным переходом в колоссы. Я хочу пованговать немножко. Если сражение произойдет ближайшее, ну это если Коу сейчас полезет, например, он останется здесь и не уйдет никуда. Смотрим. Давай, 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 Паша решительней. Он опять боится лезть на шторму, я его прекрасно понимаю, но у него армию 200 лимита против 165. И МП опять же влетают царские, просто вот... О, хороший шторм. Коу в стиле граби откидывает неожиданные штормы соло-психами, то есть вот у него оказывается по юниту в нужном месте. Коу пытается просто вот как раз... Вот у имморталов дикий ДПС, ЕМП закидывается сверх меры, но и опять шторм летит. Да, какая-то странная вера у Коу в имморталов, я вот ее не понимаю в лейте. Так смотри, вот вроде кажется, ну браток должен контрить все это дело в хлам, а как убить? А как убить? Ну вот как? Дело не в имморталов, дело в психов. Он бы рад забежать в имморталов, он и в психов не может забежать, вот и все. Но он также не мог, Хэппи не мог забежать на граби, там на дефолтный микс. То есть вопрос, как кидаются штормы и сколько там психов. В зилы ты забегаешь, тем временем на третью базу там бункер, вроде как за... да нет, его забьют, конечно же. И в это время еще натурал попытка расшатывания, но две минки очень быстро остановили и сняли щиты, опять же, и покоцали там одного иммортала до неприличия. Четыре в четыре получается, и дарки скоро пойдут, кстати. Что, колоссы пошли? Танцуют уже четыре колосса тем временем. Коу начинает разводить очень жестко сейчас. Он заходит в центр, пытается зафокусить планетарку, конечно, опять убегает от гастов. Их у братка на секундочку уже 29, зилы ты в это время там порезали на третий, но, понятно, гасты с этим тоже справляются. И в итоге у Коу вот такой вот интересный состав армии. Четыре колосса, пять имморталов, пять дарков, на секундочку, они уже на натурал заходят и сейчас взорвутся на минах. Да, неплохо получилось, и там вот только один дарк дошел, и браток идет в атаку. Братку это надоело, обрати внимание. Да сколько можно, в конце концов. Вот любопытно, как пять дарков зашли тут, в общем-то, на ту же самую туретку и две мины, на которых минуту назад имморталы. Видимо, информация просто не передается между юнитами должным образом. Паша действительно решил попытаться поставить крест на этих всех бесконечных разводах, тем более, что на третьей базе у него нет планетарки. Викинги уничтожают колоссов, ловят штормы. Натурал уничтожается, но толку от этого натурала уже не так много, потому что минералы заканчиваются. Вообще, хорошо было бы зайти на третью, хотя можно и на мейн, если получится, зайти. Тут весь продакшн, снайпшоты идут, сзади подходит Коу с колоссами со своими. Псы живые, ЕМП влетает. Очень-очень-очень хорошо. Свет, попытка убить апсов, но... Ай, гасты как кричат, душераздирающие. И Паша разменялся в минус. Гасты все умирают, и... Никогда не сдавайся, они говорят, перед смертью. Вот так вот, и внезапно, если мы посмотрим на ситуацию по экономике, то окажется, что у братка инком в два раза меньше. Почему? А потому что на третьей базе у него полегло... Полегло огромное количество рабочих. Натурал закончился, мейн закончился. А у Коута на четвертой базе все замечательно. Окей, он потерял натурал, но у него есть третья. У него есть четвертая, у него есть 200 лимита, и он идет убивать братка после того, как казалось, что у братка все просто великолепно было 20 минут. Ну, жалко лимит отдавать было на мейне. Четвертую базу планетарку, конечно, сложно. Но здесь гастов много. Если попробовать минуснуть Апса каким-то макаром, то невидимыми гастами чисто теоретически ГГ уливаем все. 1-0, Коу выигрывает Пашу. Вот это Кугуар, вот это его стиль. То есть, вроде бы он выглядит уязвимым буквально в каждый момент времени в этой игре. Вот вроде бы делает какую-то чушь. Вот что это за четыре роботиксы с имморталами? Ну, никто так не играет. Ну, вообще никто. Ну, вот как это объяснить? Потому что вот так вот всю армию не надо отдавать. Понимаешь, у братка половина игры было преимущество по войскам. Половина игры. И график очень наглядно это нам демонстрирует. Ну, вот это вот я пришел, убил натурал. Вот это вот я пришел, убил натурал и отдался на мэне. Вот. А там позиция была хреновая. Ты забираешься на рампу, там колоссы стоят в зданиях, зайти сложновато. И сзади тебя подпирают еще основная армия протаса. Там даже не в этом дело. Вот Кугар подловил братка на переходе в колоссов. Почему? Там вышли сразу четыре колосса. Смотри, вышли сразу четыре колосса. Браток такой, о, четыре колосса, давайте я их убью. Он жертвует всеми своими викингами ради того, чтобы бить этих колоссов. Коу их там штормил, этих викингов, варпал для них сталкеров. Браток говорит, окей, ничего страшного, я отдаю викингов, но забираю этих колоссов. И тут внезапно подходит основная армия, а там еще четыре колосса. И говорит, что ты будешь делать с таким переходом? То есть, если бы браток хотя бы знал, что и там колоссы, и там колоссы, он бы постарался грамотнее сыграть. А так он подумал, ну, колоссов больше нет. Все очень просто. Мне достаточно зайти на мейн, мне достаточно сделать так, чтобы дальше психи не смогли подняться на рампу. Я буду просто емпшить эту рампу, и все. У меня будет все замечательно. Но, как оказалось, вот Кугар все-таки очень неплохо в итоге разделил армию. Ему даже немного повезло, что эти его четыре колосса появились вроде как отдельно от основной армии. Они появились дома, и все викинги братка вот так вот взяли, отдались буквально на паре штормов, буквально на одном до варпы сталкеров. Что ж, братку нужно делать выводы. Если он еще питал какие-то иллюзии относительно стиля игры Коу, то теперь, мне кажется, они окончательно развеяны. Вот только карта, конечно, невероятно удобна для такого пассивного лейтгеймового стиля Кугуара. Да и дропы здесь, на самом деле, братку удобны, насколько я понимаю. То есть карта большая, есть много свободных мест, есть облеты. В отличие от прошлой дуэльной, там три апса развесил, и все, ты видишь все подлеты, которые тебе интересны. Надо, кстати, счет поменять. Это Ctrl-Shift, если ты сказал? Ctrl-Shift-S и Shift... Нет, Ctrl-1. Да, все-таки не так. Я понимаю, да, хотелось бы, но... Интересная игра, согласитесь. Вот это очень хороший старт для нашего с вами DreamHack, потому что сразу в первой же игре есть на что посмотреть. Вот я очень хочу... Ctrl-1. Хорошо, Shift-1. Я очень хочу, чтобы Кугуар сыграл с каким-то корейским терном, с ММА или с Йодой. Но еще желательно, конечно, чтобы при этом ММА и Йода хотя бы начало отыграли пассивно, чтобы дело дошло до вот какой-то затяжной стадии. Это будет невероятно интересно, я уверен, я специально подойду после этой игры к ММА и просто посмотри ему в глаза. Вот мне интересно, что он вообще будет... Как он будет себя чувствовать в этот момент, как ты думаешь? Ну, должен быть удивлен, конечно, четырем роботиксом. Конечно. Вообще на такой стадии действительно очень выгодно, когда у тебя четыре базы, есть бабло, есть там грейды, все сделано. Стоимость 200-100, она уже не такая критичная, как в опенинге. Поэтому добавлять неожиданный продакшн, это очень круто. Ты чем-то начинаешь быть похожим даже на зерго. Потому что хопа, и такой свитч. Потому что терраны, им сложно подстроиться. Вылетает или выходит что-то, у тебя там два старгейта всего, или один, не дай бог, старгейт с реактором. Надо сразу как-то перестраиваться, штамповаться. И на этом моменте как раз здорово подловить можно. Но мне кажется, Паша недооценил просто коу. То есть он чувствовал всю игру, что вот да, я молодец, я молодец, я молодец, хватит от этих вот разводов, пойду убью. Пришел, отдался. Вот. Вот такой вот сценарий, если в упрощенном варианте. Отдался из-за того, что не был готов к восьми колоссам. Скорее всего так. Более того, если одним словом охарактеризовать стиль игры братка в предыдущем сете, то это слово надежность. Как это ни странно. Вот вроде он так глупо отдался, но по-хорошему он играл максимально надежно. Давай вспомним. Он довольно поздно вышел на третью. Уже когда был уверен, что коу ему ничем не угрожает. Он очень осторожно, с туретками, с бункерами, с кучей мин выходил на четвертую. Планетарки ставил кругом. Один момент. На третьей не было планетарки. И это бы очень сильно помогло. Потому что два серьезных забега простыми дешевыми зелками можно было просто остановить. Была бы там дефолтная планетарка. Дефолтная? Была бы стоять немного более надежно. Но, честно говоря, планетарка на третьей... Это просто слишком расточительно. Я не помню, когда последний раз такое видел. Думаю, что браток не станет так делать. Но я думаю, да, выводы он сделает обязательно. То есть стенку грамотную на третьей он в этот раз поставить должен. Потому что все-таки забегание зелотов отчасти. Но решили судьбу предыдущей игры. Так вот, по поводу надежности. В чем еще суть надежности стиля братка? Да, опасный момент. Сейчас опенинг очень другой у братка. Как раз напротив, в отличие от прошлой игры, будет очень агрессивный выход. Видимо, с восьмим мариками, четырьмя гелионами и медеваком. Есть еще, кстати, одна минка, кажется, которой тоже можно с собой забабахать. А у коу билд дефолтный. И если все правильно сконтролить, то с оверчарджем и с апсом может отбиться. Все. Да, тут схема примерно такая. На мейн летит мина вместе с несколькими мариками. На натурал едут гелионы, может быть, тоже там с парой морпехов, не знаю. То есть ты заставляешь потратить оверчардж на одну базу, а потом, соответственно, ты такой весь в белом смокинге прилетаешь или приходишь на вторую. Как с этим справится коу, не знаю, посмотрим. Билд для того, чтобы отбиваться от него довольно непростой. И коу сейчас видит, что много мариков. Я думаю, что определенные выводы он сделать должен. Раз марики стоят здесь, значит, браток очень не хочет, чтобы его разведали. Там эксперты в чате подсказывают, что браток эту карту не совсем знает, потому что он сделал разведку вниз. В правый низ. Говорит, что вертикальных респов нет. Видишь, как? К слову о подготовке, да. Да, эксперты в чате молодцы. Респект. Я не заметил этого момента. Но! Я бы хотел отметить, что браток наиграл около 500 игр уже в этом ладдерном сезоне. То есть, ну да, браток просто не знает, и ему стоит сказать. Но это не означает, что браток не готовился. Аверчардж заранее на натурал от Кугуара. Очень спорное решение. Теперь просто передроп на Мэй. А как защищаться-то вообще от этого? У тебя Сентря, Сталкер и пустой Барак. А, нет, сейчас он... Короче, все равно будет сложно защищаться, потому что... Тут Медевак. Хорошо поконтролить. Потому что нужно просто хорошо поконтролить. Просто вот корочку... Ой-ой-ой, отлично! В кору стрельнул Сталкеров. Немножко сейчас Гелиона можно было поднять. Гелик пошел убивать рабов. Там, правда, Фатонка в рабах. Толку нет. А вот Марики, это ключевой, наверное, здесь юнит. Потому что, ну блин... Ну вот за... Ну нафига тебе этот пилон, скажите, пожалуйста, да? Вот зачем? Зачем стрелять по пилону? Ошибка. Ошибка от братка. Да, он, конечно, должен был здесь просто через атаку сражаться. И, кстати говоря, вот в теории сценарий был идеальный. То есть Марики максимально задерживает Сталкеров, а Гелион как-то сбоку аккуратно подъезжает, на хорявку вырубает рабов. Не получилось. Ты знаешь, Коу блестяще в итоге отбивается, хотя вроде бы он ничего хорошего не сделал. Да, оверчарджный экспант, на котором не было фактически атаки, это было несколько... Ну по результату. Ну по результату получилось, да. Но это скорее минус Паши, чем достижение Коу. Безусловно, но в итоге преимущество Кугуара сейчас зашкаливает. Это плюс 10 рабов. Плюс 10, там только-только готов второй ЦЦ, только вот готова вторая орбиталка у братка. И, естественно, только заказан стимпак. А это означает, что серьезную угрозу эти дропы представлять у себя будут не скоро. А тут в макро пошел. Правда, с блинком на этот раз. То есть две фаржи, видим на базе у Коу. И сталкеры, сталкеры. Что говоришь? А, то же самое. Он тоже с блинком начинал в прошлый раз? Один в один. Один в один. Да, совершенно верно. Михаил, абсолютно одинаковые опенинги в итоге получаются от Кугуара. Потому что вновь он играет сначала через роботик, затем фаржа, затем твайлайт, затем вторая фаржа. И первое серьезное различие прямо сейчас на наших глазах роботик с бэй. Вот первое различие в билде Кугуара по сравнению с предыдущим сетом. Ты знаешь, оно очень значимое. Потому что у братка поздний стим. У братка вряд ли будет рано серьезное количество викингов. И браток, что самое главное, не должен ждать этих быстрых колоссов, ориентируясь на то, что было в прошлом сете. Да, браток выходит сейчас, может быть... Что еще раз? Мина. А, мина натурали? В смысле? А, вот здесь вот. Ой, как она пристроилась хорошо. Минка с четырьмя киллсами уже неожиданно поубивала рабочих на газе. Причем она стреляла, судя по всему, два раза, если у нее четыре киллса. Потому что с такой позиции, наверное, сложновато убить разом четыре пробки. Забегание со стимом будет на эксп. Но оверчардж есть, мана на него есть, сталкеры опять же готовы. У него блинка, правда, пока еще нет. Но немножко еще Паша подождет и уже будет. А может, он не будет даже нападать, потому что... Ну, потому что у него и нычка позже, и он, может быть, видит, что нет опять же третий. Хотя, с другой стороны, подкреп очень классный выходит от Паши сейчас. Вот с таким составом можно и забегать на сталкеров. До появления колосса бы успеть, но уже не успеешь. Даже если рейнджа у колосса не будет, его можно отконтролить нормально. Вот у Коу есть легкий косяк с тем, что с туманной на экспанде и 50 на мейне. То есть можно было подбустить. Благо, всегда есть что бустить. Опять же, у тебя две фаржи с грейдами. Но такие мелкие ошибки пока ему не выходят боком. Паша под стимпаком пытается забежать тут же назад. Отпустила. Может быть, дропчик на мейн, как думаешь? Вот я как раз хотел по поводу братка рассказать. Я уверен, браток рисковать не будет. Почему? Потому что он играет ол-ин с двух баз. Обрати внимание. У него дома два стерпорта и пять бараков. Нет третьей базы. Нет инженерок больше. Нет никаких апгрейдов. Это будет просто ол-ин. И поэтому браток сейчас ни в коем случае не должен ничего отдавать. Поэтому он сейчас так аккуратно пытается тут отмикривать. Чтобы не отдать ни один медивак ни в коем случае. Не отдать мародеров. Буквально через минутки полторы он сорвет рабов, отправится в атаку. И самое худшее, что может быть в таком билде, это черт возьми минутный соплай блок, который прямо сейчас был у братка. И даже экстра соплай его не спасает. Да, ресурсы начинают трагическим образом копиться на руках у Паши. И к тому же подстройка есть. Ну то есть это не подстройка, это просто, видимо, Коу как-то грамотно изменил стиль. Но ему с колоссами будет значительно проще, чем с прошлыми имморталами отбиваться от ол-ин из двух баз. Там и рабочие будут гореть очень быстро. И гриды у него, кстати, тоже успеют главным образом сделаться. 2-2, кажется, успеет он к выходу. Поэтому у Паши будет действительно только одна атака, к которой, судя по всему, Коу готовится хорошо. Единственное, что он темпларню сейчас делает, что немного странно. Потому что если ты ждешь, ну, как бы не попасть в тот самый момент, когда у тебя еще шторма нет и психи вот только-только появляются, а к тебе приезжает вот такая вот атака. Ну, три колосса, отлично. Три колоссов, Кора с полной маной. Вот здесь вот встречать замечательно будет на третьей базе. Оверчардж кидаешь на Нексус, он же все равно на третью пойдет, правильно? Кидаешь тайм варп и все. И даже контролить практически не нужно. Пару кнопок тыкнуло вперед. А вот Паше нужно будет очень серьезно париться. Честно говоря, то, что делает Паша, мне очень не нравится. Потому что это будет двухбазовый улын, который придет уже на 17-18 минуте. Дело в том, что Паша после пары саплай-блоком, видимо, разочаровался в тайминге своей атаки и сказал так. Там уже могут быть штормы, поэтому поставлю-ка еще гост-академию, сделаю-ка я еще несколько гостов. И с одной стороны это, конечно, правильно, но с другой стороны теперь Коу доживает и до чарджа, и до шторма, и до 2-2. И еще 3-2 может добустить, и не дай бог там будут апгрейды 3-2 на 1-1. Это сразу удаляет. Грейды, конечно, очень не хочется в такой момент заказывать, когда ты понимаешь, что третьей базы у человека нет, что все сводится к олыну. Ну, потому что атака вообще в любой момент может прийти. Но действительно, будут штормы, есть колоссы, преимущество по лимиту уже на 80. Ой, в смысле, на 30, сори. Там я вижу 180 и говорю 80. Да, так сложновато, конечно, на 80 по лимиту. Плюс 30 у братка по армии саплай есть. Вот, учитывая то, что он еще, конечно же, сорвал рабов, как мы и говорили, тут реально шансы пробить имеются, но это будет так непросто. Давайте посмотрим. Браток лезет вперед. Конечно, под Фотон оверчардж. Конечно, под Таймар. Бросается в атаку Коу Штормы! Два Шторма влетают таким шикарным образом, что очень сильно коцают армию. С другой стороны, колоссы-то падают. Еще один шторм над Гастов, которые с полной маной почему-то кричат и умирают оверчардж. По-прежнему дэмэджат, но Паша стоит. У него лимита меньше. Сталкеры блинкуются. Очень битая армия у Коу, в смысле у Паши, но Коу делает под варп, зелки, сейчас еще Архон, если появится. Короче, расконтролить-то, на самом деле, попытаться можно, но посмотри просто по лимиту. И тут, конечно... Это все. Да, да, да. Боевой лимит у Паши сейчас ситуативно, чуть-чуть больше, скорее всего, но это все. То есть, инком у Коу с трехбазовый идет. А гейтов сколько, посмотри. Тут их с десяток получается. Девять штук. Пытается Паша дропнуться на мейн. Роботикс отстреливает, в котором делался колосс. Один колосс уже вышел. Кстати, если его сейчас на халяву под стимпаком забрать, было бы вообще, но Коу отконтроливает шикарно. Зелки под варп. Сталкеры блинк. Стимпак, шаг-выстрел, шаг-выстрел. Как учили давно-давно, но это 2-0, я в шоке. Вот, ты знаешь, мне кажется, здесь, несмотря на неуверенное начало, Коу снова отыграл просто блестяще. То, как он отбился. Вроде бы, вроде бы у братка были гасты. Вроде бы он разбросал ЕМП. Но Коу откуда-то достал не одного темплера, а двух, трех или даже четырех. Я думаю, это очень здорово было отыграно со стороны Кугуара. И, знаешь, мне интересно будет посмотреть на его ПВП с Фёстом. Кугуар Фёст и на ладдере обыгрывал. Я видел эти реплеи, господа, своими глазами. И если Коу выйдет из этой группы, с первого места... Я думаю, что мне придется быстро рассказывать Аполло, кто это такой, почему он вышел из группы. И почему он так зажигает. Конечно, пока не стоит делать каких-то далеко идущих выводов. Ну, единственный вывод, который, наверное, стоит сделать, что браток готов не идеально, к сожалению. Дело даже не в том, что он проиграл 0-2 Кугуару. Нет, отнюдь не в этом. Мне очень не понравилось то, как браток в итоге отыграл во втором сете. Потому что у него было очень много сапплай-блоков. У него было очень много вот таких вот микро-моментов, да, серьезных ошибок. Которые вроде бы не должны быть у игрока с таким опытом, у игрока такого класса. Вот то, как он пилон фокусил. То, как он быстро расстался со своими ЕМП в решающей атаке. Все эти экстра-сапплай бесконечные. Не очень здорово получилось. Из-за братка, честно говоря, страшновато. Да. Игра не в стиле Паша. Того, которого мы помним. Ну что, теперь нам надо для начала посмотреть, как там дела-то были у NoName'а с Рузьергом. Кто кого обыграл-то, собственно. На карте KingsJongStation меньше, чем минуту назад закончили играть NoName и Рузьерг. И кому это ты прыгнул? Ага. Что это такое? Я понял. Так. Где у нас CAS? Нам очень нужен CAS. Ты видишь его онлайн вообще? DMC в сети, но вроде как в игре. Сейчас посмотрим. Нет, я не уверен, что у меня CAS добавлен. Ну, вроде был добавлен. У меня тоже был. Нет, он оффлайн. Последний раз онлайн был вчера. Может, там мест не хватило на него? Да не, он сидит. Люди возле другим аквам. Блин, он не звонит. А тогда пойдет. Что он не остается? У нас там нет человека. Ага. Аликс пошел в игровую зону, геройский. С планшетиком. Ну, я вас приветствую, уважаемый. Начинается дримхак в Москве. Мы готовы, видите, во все оружие, плойка. Абер сказал, что привезет микрофон. Сказал, что будет через час. И это было где-то минут 15-20 назад. Микрофон такой, какой нашли. К сожалению, здесь серьезные проблемы с оборудованием, со звуком. Уже плойка. Эй, тихо, молчать, я сказал. Ну, потому что гарнитуры одни не работали, гарнитуры вторые не работали. Потом гарнитуры третьи работали, но сгорел микшер. И в результате со вчерашнего вечера нормально звук отстроить так и не удалось. Поэтому то, что мы сейчас в руках то, во что говорим, звук-то хороший, но очень неудобно передавать эту хрень друг дружке. Абер привезет, соответственно, свой на стойке микрофон USB-шный хороший, в который можно вдвоем говорить. Фирма у наушников Tessora. Клавиатуры хорошие, коврики с носной мышки вроде тоже. А вот качество гарнитуры, микрофон, он так сильно фонит. Причем на одной, на второй, на третьей. Меняли и компы, и звуковые карты, и все одно. Не знаю. Такая странная получилась реклама. Майкер у меня сейчас. Что там сгорит? Сделай хелсбары зелененькими. Это на любителя вроде как. Хелсбары стоят сейчас по повреждениям. То есть чем больше получаешь, тем они виднее, так скажем. Появляются они. Какая следующая игра? Ну мы очень хотели посмотреть кассу. И как раз по этому поводу Алекс и пошел в игровую зону. В первой части сегодняшней групповой первой стадии есть две интересные группы. Собственно, группа F с братком Кагуаром, Фёстом и Аватаром. И группа H или H. DMC, Кас, Нонейм и Рус Зерк. Собственно, хотелось бы посмотреть матчи из этих групп. А группа А вопрос. Там Снут и Эмпайр Зерк. Эмпайр Зерк. Круто. Да, ну многие просто принимают участие. Ну потому что событие такое историческое. Тут главное не победа для многих, а главное участие. Покажи футболку. Футболку уже показывал неоднократно. Еще раз покажу. Это Бобер Пират с текстом официальной русскоязычной трансляции. Точнее, это с пиратской трансляцией. Мечтать ломать открыто 2014. Вот такая вот футболочка. Она достанется абсолютно бесплатно всем тем, кто пришел тут от Гудгейма. На Гудгейме там работает, что-то делает. Тут футболочки специально для них сделали. Алекс пришел с свежими новостями. Все плохо. Ну, во-первых, все плохо, потому что кассы DMC уже играют вторую. Во-вторых, все плохо, потому что там очень много народу, и к игрокам уже не подступиться вообще никак. Ну, с одной стороны, это здорово. Всем привет, молодцы. Сам приглашал. Да, сам приглашал, но, в общем, контакта с игроками уже не будет. Только через Battle.net. Через историю игр DMC. Вот можно посмотреть, с какого аккаунта касса сейчас сидит. Это все хорошие новости. Ну, что вам еще сказать. Кинкобра фотонит. Видел своими глазами. Ага, понятно. Ничего мы не посмотрим. DMC выиграл, кстати, 4 минуты назад. Вот так вот. Слушай, ну, тогда, может, третью все-таки посмотрим. И еще. Я так уверен, что будет третья. Ну, не могут же все протасы сегодня обыграть всех тех. Я думаю, что должна быть третья. В общем, на самом деле, нам сейчас очень сложно вам сказать, какая игра будет следующей. И, в общем, как скоро это произойдет, мы сейчас будем делать вообще все-все-все от нас зависящее. Мне еще нужны буквально 2 минуты, Михаил. Я думаю, я найду нам игру. Отлично. Поглядываем в френд-лист. Весьма скупой. Можно было к MPR Zergo зайти. Он же тоже на турнире принимает участие. Вот такая идея. Да, КАС, ДМС только начали и дали ссылочку на стрим. Можем сделать рестрим. Как тебе идея? Водушевлены идеи. Ну, если хочешь, там как-то идти, я же скажу. Да, почему бы и нет. Всяко лучше, чем. Зайдите уже куда-нибудь. Да, изи. Просто изи. Сейчас мы даже не зайдем, а сделаем вот таким образом. Почти. Вот так вот. Так, давайте попытаемся сориентироваться вообще, что происходит. Да, КАС действительно проигрывает 0-1. Ну, мало ли, там какой-то баг был в карте. КАС действительно проигрывает. 31-36. По рабочим все ровно. Бункер стоит. Один марик пытается отстреливаться. Разменивается на щиты. Новые... А, эта армия, видимо, ждала чего-то. Чего-то на мэне, может, залета какого-то. Сумречный совет. Там стимпак и плюс один. Факта. Третья ЦЦ. Ух ты. А вот это интересно. Потому что КАС... В продакшене я не вижу, к сожалению. Но на третьей базе, очевидно, строится ЦЦ. А, это Протас. Блин, что-то у меня крыша едет. Рановато еще ехать крыши на такой стадии. Это Протас выходит весьма быстро. КАССР, даже, я бы сказал, нагло, без... Твич подлакивает, кстати, еще. Без каких-либо технологий, получается. То есть, он просто ставит Nexus, делая при этом только сумречный совет. Ну и, скорее всего, это блинг. Что же еще? Да, пошел блинг. DMC сейчас хорош чертяка, говорят. В чатике. Ну, все равно расстройство, когда проигрывают. Особенно, если мы не видим этого. Проигрывают. По три пробки штампует DMC. У КАССР, к моему удивлению, будет какой-то, судя по всему, выход. А не попытка сыграть в макро. Потому что мы видим продакшен наверху. Один щиты, стимпак и штамповку. Не видим третий ЦЦ нигде никак. То есть, это будет выход с мариками-мародерами и попытка убить третью нычку. DMC, кажется, это понимает. По крайней мере, он чекает третью базу. Видит, что пока он впереди с точки зрения экономики. И дело осталось практически за малым. Попытаться отбиться от этого самого выхода. КАССР проигрывает сильно парабам. 48 на 59 уже. Ну, ему, в принципе, сейчас не столь критично этих рабочих строить. Где игроки сидят, спрашивают. На главной сцене дотка. Да, игроки сидят, если вы смотрите на главную сцену, слева. Слева в углу. Фактически, строка в два зоны располагается. DMC очень грамотно. Вы посмотрите, расположил как пилон и справа. То есть, сделать дроп и остаться незамеченным при этом на мейн вообще невозможно. Там пустого места нет, где можно пролететь. Меня радует лимит, с одной стороны, КАССР, но не радует то, что он слоупочно выходит на третью базу. А, КАССР играет без разведки. Просто вообще офигенно. Вот просто Протас выходит на третий Нексус одновременно с тем, когда у него делается сумречный совет. Представляешь ситуацию? Вот он делает Нексус, у него строится сумречный совет. То есть, ни армии, ни грейдов, ничего. КАССР разведку не делала это до сих пор. То есть, он дальше Золнаги правой ни черта не знает. Тут вообще, на самом деле, жесть билд у Тоса. Через три базы масс-блинг-сталкеры. Есть такая полу-улыновая тема. Она ужасно рискованная. И, честно говоря, я бы на месте КАССР увидел подобное. Просто сейчас сорвал бы рабов и пошел бы сначала тут драться, а потом просто убивать в контратаке. Это очень опасно, если сейчас дать этим сталкерам накопиться. И, ну, вот рабов все равно нужно срывать. Да, и где же основная армия? Основная армия убивала Прокси Пилон слева вместе с пробкой. И вот сейчас они очень жалеют о содеянном, потому что основная часть армии просто не прикрывала подкрепу вместе со всей и без того скудной экономикой КАССР. То есть сейчас он... Блин, у меня слов нет. Ну, сейчас можно окружить с другой стороны. Там сейчас подойдет вторая армия КАССР. Ну, ну как же, ну КАССР, ну беги туда, ну надо драться всей армией. КАССР может, конечно... Вот сейчас подвар, посмотри, смотри, сейчас может просто убить Пилон и забрать сталкеров. Сейчас хороший поворот. Да, получилось у КАССР все-таки не идеально, но получилось. Теперь смотри, какая ситуация. У КАССР 30 рабов на 60, но у Протаса 22 армии сапплая на 52. И поэтому, если вот, мне кажется, еще рабов сорвать с мейна и взять их в атаку, КАССР его просто убьет в DMC. Но надо это сделать. Просто армии может быть недостаточно. Коры что-то не видно там. Есть дефенс какой-то. Мазершип Коры не было, кажется, и в атаке с одной стороны. И... А, вон летает. Значит, с полной маной она летает. То есть, все довольно хорошо. И Сентри еще подвар был хорошо DMC. То есть, он, в принципе, сможет... Что-то там такое происходит. Да-да-да. Не успел? Мы продолжаем. Ножки делают из зелка. Попытка... Ну, просто мясо, видимо, эффективное сделать вот такое. Чисто ситуативное. Сентрики и зелки. Просто, чтобы отбиться. Потому что DMC понимает, что, во-первых, 3 против 2 было. Во-вторых, сколько КСМ он собственноручно убил. И торопиться ему точно некуда. Главное... Главное держаться. Это плохо. Что у нас там с трансляцией? С трансляцией все хорошо. Так, идет сражение. Сражение... Давай, ты расскажи, пожалуйста. Слишком много времени потерял КАСС. Боюсь, за этими своими попегушками туда-сюда. Вот то, о чем мы говорили. То есть, экономика, понятное дело, у DMC была намного сильнее. КАССу не хотелось рисковать. А ведь, если бы он рискнул, он бы, скорее всего, пробил. И он решил, да ладно, ну что, я выведу в макро. Ну и вот он вывел в макро. Я боюсь, теперь это макро закончится буквально через минутки-полторы, когда доделается чардж. Когда, да, придет в атаку просто-напросто DMC. И, собственно, КАСС уже ничего не сделает. Если бы в тот момент, когда у него было плюс 30 армии сапплая, он не постеснялся просто взять рабов пойти в атаку, у него бы были шансы пробить. А сейчас... Ну какие у него шансы здесь отбиться? У него, к сожалению, всю игру не было никакой информации. То есть, даже после того, как он отбился, он, скорее всего, был в определенном неведении относительно ситуации. Сейчас, короче, начинается, судя по всему, похоже на финальную битву. Но хорошо, что здесь нет психов. По крайней мере, эту тему можно кайтить. Там на мины каким-то макаром. Вот сейчас минка неплохо взрывается. Правда, забираю с собой еще несколько рабочих. Мидываки подставляются зря. Можно было подконтролить немножко медываки. Жалко их так отдавать. И 86 на 96, 22 на 60 парабам. Короче, КАСС опять здесь, судя по всему, отбивается. Но остается у разбитого корыта. Потому что опять у Протаса экономика X2 просто получается. Даже с учетом мулов. КАСС, конечно, контролит, старается, кайтит. Просто микрит как может. И отобьется, повторюсь. Но этого пока недостаточно для того, чтобы выиграть. А где были психи? Где был шторм? Или они были просто сделаны для того, чтобы Архонов сделать? Да, да. Здесь именно за счет Архонов хотел увеличить мощь своей основной атаки Протаса. Он не хотел ждать штормов. Ситуация, вроде бы, кажется, и не изменилась. Примерно такое же соотношение по рабам. Примерно такое же соотношение по армии. И я не знаю, что опять собирается делать КАСС. Он вновь не пойдет в атаку. Он вновь будет танцевать. Ходить туда-сюда, вокруг да около. И дождется очередной волны от Протаса. Тут нужно что-то делать. Но у КАСС действительно не хватает информации. Он действительно, похоже, как играл, так и продолжает играть слепую. Сейчас-то уже, понятно, сложнее что-то извлечь. Получить какую-то инфу. Но очевидно, что чем быстрее придет в атаку КАСС, тем лучше. Тем больше у него шансов пробить. Потому что экономика слишком отстающая у Терна. Нужно с этим что-то делать. На третью базу сейчас КАСС вылетает. И явно он не собирается улынить. Хотя вот такую кучку, вот такую кучку. Зелки и одна Сентряя, и два Архона. Кайтить милое дело. То есть, может быть, он ситуативно увидит, что армии не так много. И можно сейчас вот ее подразводить, подкайтить. Минки закапываются неплохо. Зелков можно, можно, можно. Пси еще не готов. Время хорошее. Он, правда, об этом не знает. Но должен, кстати, сейчас заказывать, наверное, гостятню, получается. Сложно будет с такой экономикой выходить дорогих гостов. А то на верчардж набрасывается. Здесь армия протаса. И сейчас уже будет шторм. Вот-вот. Есть шторм. Но КАСС очень вовремя убегает из-под таймварпа. Потому что на этом таймварпе игра могла бы просто закончиться. КАСС! Ой-ой-ой-ой-ой. Это был очень неприятный шторм. Что теперь делать? Ну, надо третью защищать. Наверняка там мейн уже заканчивается. Время-то уже 18 минут. Поэтому надо сейчас переводить оставшихся рабочих с мейна на третью. И пытаться, блин, там сидеть в дефенсе без гостов. Вот как? Так, это просто сделать очень сложно. Потому что дефолтную твою тему... Короче, КАСС пытается тут отконтролить. Ему респект огромный за то, что... Ну, за волю. Потому что он... Видно, что очень старается. Очень старается. Прямо отконтроливать как нужно. Медивак и два не туда полетели. Два пустых медивака полетели по точке сбора. Непонятно, куда в центр карты. Смотри. На Золнаге они-то сейчас стоят. Да, не успел изменить точку сбора сейчас КАСС. Неприятно, конечно. Тем более медиваков у него не так уж и много. Ну и вот добыча какая-то идет на этой локации. Кстати, медиваки. Здравствуйте. Очень приятно было с вами познакомиться. Армией Протаса. Ну и огромное количество темплеров сейчас двигается вперед. Да, да. Вот так вот КАСС будет в итоге стоять. Распличивать армию на хайграунде. По апгрейдам я бы отметил у КАССу все... Всю игру было неплохо. Чуть-чуть лучше, чем у ТОССа. И это в целом его шанс. Один из... Отменить немногих. Как и мины, кстати. Сейчас вот спалились рабочие, что справа третья база. И, кажется, завязывается сражение. Рабочие не туда не... Шторм бесконечный просто. Ну, душераздирающее зрелище. Потому что там реально где-то 7 психов. У каждого есть шторм. И даже если ты просто будешь идеально уворачиваться, тебя просто будут догонять и бить остальная армия Протаса. То есть штормы даже не столько дэмэдж, сколько... Ну, хотят дэмэдж, наверное, тоже важно. О, мулы приземлились. Очень здорово, да, как раз. Сколько там 270 умножить на 3? Многовато, да? Как для КАССа потерять сейчас 810 минералов. Ну, все. В принципе, эта игра, наверное, была окончена по-хорошему минут 5 назад. Но сейчас это оформляется де юра, а не де факто. Очень жаль, что КАСС вот так вот, видимо, заканчивает свой первый сегодняшний матч. Но не последний. Не последний. И я думаю, что мы в ближайшее время еще с Мишей встретимся. Ну, а пока он отчаянно отконтроливает буквально последними юнитами. Посмотрите, как КАСС дерется. GG 2.0. Vega DMC. Вот так вот здорово начинает, как и Кугуар. Между прочим, победа и над куда более именитым терроном. Таки не будет третьего сета, Миш. Я был неправ. Ты доволен? Нет. Ну, ладно. Я тоже. Смотрите, ребят, что у нас дальше на повестке дня. Коу позовет нас во второй сет ПВП против Фёста. А первый как закончился? А, первый закончится скоро. Соответственно, также играет браток. Браток играет матч нижней сетки этой группы. Сейчас мы уже потихоньку будем в сетке ориентироваться. Чуть лучше будем вам рассказывать, какие там последние результаты. Буквально полминутки нам на это нужно. И всё будет хорошо. Самое главное теперь не пропустить инвайт от Кугуара. И я уделю этому всё своё внимание. А ты чем будешь заниматься? С чатиком общаться. Товарищ, которого мы рестримили, что-то тут происходит у него. Надо будет... А, там лексика нецензурная присутствует. И Twitch предлагает подтверждение. В общем, ещё 150 рублей тебе пришло. Смотри, поддержка 300 рублей. Испанец поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. Удачной поездки и стрима. Спасибо большое за саппорт. Повторим ключевую информацию. Сегодня и завтра будет DreamHack Moscow 2014. Мечтать ломать. Открыто 2014. С Алексом будем смотреть максимально интересные игры, в которые удастся пройти. Призовой фон 25 тысяч долларов. Первое место десяточка. 64 участника. Десяток корейцев. Много сильных СНГшников. И у меня в руке не плойка. Это микрофон кустарный. Скоро это изменится. Потому что здесь есть проблемы со звуком. Кстати, подходил товарищ и сказал, что в течение пары часов мы, кажется, арендуем вам то, что нужно. Я не хотел его расстраивать, что у нас уже есть решение. Пусть лучше всё-таки будет решение и от организаторов. Потому что этот звук, он немножко не тот, который должен был быть. Чатикам всем привет. О господи, может действительно на SK2TV Twitch поставить? Потому что там явно со статусом проблемы, а рядышком... А Twitch хоть и работает? Twitch вроде да. Но он падал, но сейчас вроде работает. А нельзя два плеера на SK2TV? Можно, но по первому онлайн проверяется. Так давай, один такой, один такой. Вообще идеально просто будет. Так, задавайте вопросы, передавайте привет. И что вас интересует? А почему нельзя вам обоим микрофоны на наушниках настроить? Мы этим занимались вчера вечером, не только мы. Была серия проблем и с дровами. На эти уши, к сожалению, дров нет. Я вижу, да, что ты заходишь. Меняли звуковые карты, даже на разных машинах тестировали. Но проблема именно в самом микрофоне, который почему-то ужасно фонит. Поэтому, чтобы не раздражать вас, тот вариант, который сейчас, он на самом деле очень хороший. Прямо вот очень хороший. Значительно лучше, чем могло бы быть с этими гарнитурами. Расскажи, плюс сегодня будет SK на сцене. Нет, сегодня SK на сцене не будет. SK на сцене будет только завтра. У нас пошел обратный отчет. Нет, не пошел. Кто-то там ливнул. Так, надо сейчас не забывать просто делать там стопы, старты и флоды вырезать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!